1425 год. Умирает византийский император Мануил II, а престол занимает его сын Иоанн VIII. Несмотря на то, что государство, которое досталось Иоанну VIII, гордо именовалось империей, по факту оно ей уже не являлось, так как под контролем императора находился обезлюдивший Константинополь с окрестными селениями, несколько небольших островов в Эгейском и Мраморном море, а также Морейский Деспотат. Сам Константинополь находился в безвыходном положении. Дело в том, что Тамерлан, который несколько десятилетий назад разгромил Османскую армию и тем самым спас Константинополь, оказал византийцам медвежью услугу. После победы над Османским войском Тамерлан начал разорять Анатолию и местное мусульманское население, спасаясь от него, стало перебираться в европейские владения Осман. Таким образом, за довольно короткий срок население территории, окружавших Константинополь, стало преимущественно мусульманским. Иоанн VIII был человеком неглупым и прекрасно понимал, что эти земли потеряны навсегда. В то же время на Пелопоннесе ситуация была значительно лучше. Сам Морейский Деспотат был более густонаселенным, чем Константинополь и его окрестности. Поэтому он стал восприниматься византийцами, как последний оплот империи на случай падения Константинополя. Чтобы расширить подконтрольные территории на Пелопоннесе, византийцы в 1428 году начали войну против Ахейского княжества. Боевые действия разворачивались довольно успешно. И в 1429 году деспот Морей Фома вынудил правителя Ахейского княжества Чентурионе II выдать за себя его дочь Катерину, что позволило бы их детям получить власть над всем Пелопоннесом. Впрочем, своей цели Фоме удалось добиться значительно раньше. В 1432 году Чентурионе II умирает, и Морейский Деспотат занимает земли Ахейского княжества. Получив контроль над Пелопоннесом, византийцы решили не останавливаться на достигнутом и предприняли попытку подчинить своей власти всю Южную Грецию. Они напали на соседнее Афинское герцогство, и в результате стремительной атаки им удается занять Фивы и Афины, а также вынудить местного правителя Нерио II стать вассалом Морейского Деспотата. Сам Нерио II был данником османского султана, но тот не мог прийти ему на помощь. Дело в том, что в 1443 году был организован крестовый поход против осман под предводительством короля Польши и Венгрии Владислава III. На начальном этапе крестоносцы действовали весьма успешно и нанесли османам несколько серьезных поражений. Именно этими воспользовались византийцы, которые продолжили расширять территорию Морейского Деспотата и вторглись в османскую часть Фесалии. Так как войска осман были заняты борьбой с крестоносцами, византийцам сопутствовал успех, что позволило им занять существенную часть османской Фесалии. В январе 1444 года крестоносцам удается разгромить осман в битве при Куновице и заставить заключить мир на выгодных для себя условиях. После подписания мирного договора с крестоносцами, султан Мурад II отрекся от престола в пользу своего 12-летнего сына Мехмеда II. Несмотря на то, что Владислав III был доволен условиями мирного договора, объединенному войску поляков, венгров и сербов требовалась передышка, он поддался давлению папы римского и начал новую атаку против османа. В этот раз удача отвернулась от крестоносца и 10 ноября 1444 года в битве при Варне они потерпели сокрушительное поражение. После разгрома войск крестоносцев, османы обратили свое внимание на Византийскую империю, а именно на Морейский Деспотат. Войско осман высадилось на территорию финского герцогства и разгромив византийцев, заставило их покинуть занятые ранние земли. Понимая, что несмотря на недостаток сил, византийцы не откажутся от попыток восстановить свою империю, Мехмед II решил непременно занять Константинополь и раз и навсегда покончить с Византийской империей. В 1448 году умирает Иоанн VIII и новым императором становится его брат Константин XI. Новый император прекрасно понимал, что атака осман на Константинополь является неизбежной и сразу же после вступления на престол начал готовить город Касади, насколько это позволяла скудная казна империи. Как ни странно, повод для начала новой войны дал сам император Константин. Дело в том, что еще в 1451 году Мехмед II возобновил мирный договор с Византийской империей и договорился о том, что в качестве заложников в Константинополе будет содержаться его брат Архан, который мог претендовать на османский престол. За оказываемую услугу Мехмед обязался выплачивать Византийскому императору определенный объем серебра. В описываемый период некоторые анатолийские беи были недовольны правлением Мехмеда, из-за чего султану при помощи силы убеждения и армии пришлось заставить их изменить свое мнение. Константин решил воспользоваться ситуацией и пока Мехмед занимался усмирением недовольных, византийские послы передали османскому визирю требование увеличить сумму, выделяемую на содержание архана в Константинополе в два раза. В случае отказа император угрожал отпустить архана и оказать ему помощь в борьбе за османский престол. Естественно, османы посчитали требования византийцев неуместными, но Мехмед все же пообещал рассмотреть их, но лишь после того, как вернется в столицу. После усмирения анатолийских беев, Мехмед вернулся в столицу, но вместо удовлетворения требований византийцев, он приступил к строительству крепости на европейском берегу в самом узком месте Босфора. Эта крепость получила название Багас Кесен, что можно перевести на русский как перерезающая залив. Строительство новой крепости, которая была заложена напротив крепости Анадолу Хисар, расположенной на анатолийском берегу пролива и возведенной еще Байзидом I началось в апреле 1452 года. Константин прекрасно понимал, что после возведения крепости Константинополь окажется в опасности. Дело в том, что османы уже контролировали Дарданеллы, а после возведения новой крепости смогут контролировать и Босфор, что сделает доставку подкреплений и продовольствия в Константинополь без согласия султана невозможным. Так как воспрепятствовать строительству крепости военным путем Константин не мог, он попытался использовать дипломатические методы, ссылаясь на то, что это противоречит заключенному ранее Византийско-Османскому договору. Если первых послова от императора Мехмед просто проигнорировал, то второе посольство он приказал казнить, что фактически стало объявлением войны. Узнав о судьбе своих послов, Константин ввел в Константинополе военное положение, так как понимал, что осада города скоро начнется. Строительство новой крепости было завершено в августе 1452 года. В ноябре попытку пройти через Босфор без разрешения осман предприняли два венецианских корабля. Османы открыли по кораблям артиллерийский огонь, но им все-таки удалось прорваться. В конце ноября еще один венецианский корабль также предпринял попытку пройти пролив без разрешения осман, но он был потоплен, а все выжившие члены экипажа казнены. Удостоверившись в том, что все пути в столицу Византии перекрыты, Мехмед начал активную подготовку к предстоящей осаде. Чтобы исключить вероятность получения помощи Константинополем из морейского диспотата, султан приказал разместить на Пелопоннесе крупный воинский гарнизон, который прибыл к местному назначению в октябре 1452 года. В феврале 1453 года османские войска вторглись на территорию Византийской империи и начали выдавливать греков в Константинополь. Все существующие авампосты византийцев на побережье Мраморного моря и Босфора были блокированы, а их гарнизонам позволили беспрепятственно уйти. Сопротивление оказал лишь гарнизон крепости Эпиват на побережье Мраморного моря. Османы взяли крепость штурмом, а гарнизон полностью перебили. Затем, собрав крупную армию, Мехмед приступил к более активным действиям. Он занял византийские города Анхиалос, Месембрия, Селимбрия и Перинф. Два последних города пытались оказать сопротивление, но оно было быстро подавлено превосходящими силами осман. Вскоре османская армия добралась до стен столицы когда-то Великой Византийской империи. Точную численность османской армии назвать трудно, но большинство историков сходится во мнении, что султану удалось собрать под стенами Константинополя огромное 80-тысячное войско. В состав этого войска входило также полторы тысячи сербских всадников. Понимая, что город хуже всего был защищен именно с моря, Мехмед сумел построить собственный флот, состоящий из 31 крупного корабля, 70 мелких быстроходных судов, а также 20 тяжелых грузовых барж. Так как Константинополь был окружен хоть и обиджавшими, но все же мощными стенами, Мехмед прекрасно понимал, что без хорошей артиллерии город ему не взять. Поэтому он заблаговременно приказал построить мощные осадные орудия. Забавным является тот факт, что незадолго до начала боевых действий венгерский пушечный мастер Орбан предложил византийскому императору свои услуги, но из-за отсутствия денег в казне Константин отказался. Поэтому Орбан предложил свои услуги Мехмеду, который не только согласился, но и выделил ему в 4 раза больше денег, чем тот изначально запрашивал. Обладая внушительным бюджетом, Орбан всего за три месяца смог создать огромное орудие, которое получило имя базилика. Эта пушка могла метать каменные ядра весом 270 килограммов на расстояние более полутора километров, что по тем временам было очень впечатляющим результатом. Византийский император, осознавая, что нападение Османа Константинополь неизбежно приняло чайную попытку спасти город. Еще 12 декабря 1452 года император объявил о принятии Флорентийской унии в надежде на получение военной помощи от католических стран. К сожалению, надежды последнего византийского императора не оправдались, так как в рассматриваемый период римский папа не обладал серьезным влиянием на католических монархов. Более того, у правителей Западной Европы были более важные дела, чем защита Константинополя от осман. Так Англия и Франция вели друг против друга войну, которая войдет в историю как столетняя. Фридрих III Гавсбург стремился получить корону императора Священной Римской империи и не хотел отвлекаться на второстепенные цели. Янаш Хуньяди был занят противостоянием со своим подопечным, королем Венгрии Владиславом V, который, достигнув совершеннолетия, хотел избавиться от своего опекуна. Бургундский герцог Филипп III был не против начать поход против осман, но в рассматриваемый период времени его силы были направлены на противостояние французскому королю Карлу VII. Так сложилось, что единственным государством, которое могло оказать реальную помощь византийскому императору, была Венецианская республика. Одна часть венецианской знати хотела прийти на помощь Константину, а вторая часть знати опасалась, что выступление в Венеции на стороне Византийской империи приведет к нападениям осман на венецианские колонии в Эгейском море. Кроме того, венецианцы не хотели вести боевые действия совместно со своими главными конкурентами, генуэзцами. В итоге было принято решение войск в Константинополь не посылать, но при этом разрешить византийскому императору вербовать солдат на Крите. Что касается генуэзцев, то они решили не вступать в прямой конфликт с османами, но при этом разрешили своим гражданам принимать участие в войне на любой стороне. Так как получить подкрепление из Западной Европы Константину не удалось, единственной защитой города от осман остались его укрепления. Эти стены были возведены при императоре Феодосии II и состояли из четырех уровней защиты. При наличии полноценного гарнизона они могли бы стать неопреодолимой преградой для осман, но к сожалению для византийцев Константинополь испытывал острую нехватку защитников. Самым слабым местом обороны Константинополя являлся Золотой Рог. Со стороны залива город был защищен лишь одной небольшой стеной. Чтобы компенсировать этот недостаток, проход в залив для вражеских кораблей преграждала большая цепь. Что касается численности защитников Константинополя, то она была довольно небольшой. На защиту города прибыло 200 неаполитанских лучников и 700 генуэзцев во главе с Джованни Джустиниани, которому была поручена оборона сухопутных стен Константинополя. Также на защиту города прибыл отряд каталонцев. В итоге город защищало около 5000 византийцев, подавляющее большинство из которых не были профессиональными воинами и около 2000 католиков. Также у защитников города был небольшой флот, состоящий примерно из 26 кораблей. Следует упомянуть о том, что в рядах защитников не было единства из-за серьезных разногласий как между католиками из разных государств, так и между католиками и православными. Преодолеть эти разногласия так и не удалось вплоть до падения города. 5 апреля 1453 года к стенам Константинополя прибыл османский султан, после чего его войско начало занимать позиции. Защитники города в свою очередь распределили свои немногочисленные силы по периметру стен. Император вместе с основной частью войск охранял среднюю часть стены по близости от ручья Ликос, так как именно этот участок считался наиболее опасным. Северний император расположился в Джустиниане со своими силами. Остальные войска расположились по периметру стен города. Мехмед разместил основную часть войск перед сухопутными стенами Константинополя. При этом крупный отряд был послан в Галате, чтобы контролировать генуэзскую колонию и не дать ей вступить в бой на стороне византийцев. Многочисленный флот осман занял позиции вокруг города, чтобы обеспечить его полную блокаду и не допустить прибытия помощи. Перед тем, как приступить к боевым действиям, Мехмед предложил Константину сдаться, пообещав, что в случае сдачи Константинополя без боя, он разрешит ему править морейским как суверенный правитель. Император выдвинул встречное предложение, пообещав выплатить любую посильную для Византии дань и уступить любые территории, если османы откажутся от осады Константинополя. Так как договориться не удалось, османский султан отдал приказ начать осаду. После приказа султана началась бомбардировка стен, в которой приняло участие и созданное Орбаном огромное орудие. Османская артиллерия в течение трех дней обстреливала город и частично обрушила стены у Харисийских ворот, но ночью жители города смогли заделать брешь в укреплениях. 9 апреля османский флот предпринял попытку прорваться через цепь и пройти в Золотой Рог, но эта попытка оказалась неудачной. 12 апреля флот Осман получил подкрепление и атаковал корабли защитников города. Несмотря на численное преимущество Осман, флот защитников города не только выдержал атаку, но и смог перейти к контратаке. Попытавшись развить успех, флот защитников города попал под огонь османско-береговой артиллерии, размещенной на мысе Галаты, из-за чего ему пришлось уйти вглубь Золотого Рога. Первую попытку штурма Османы предприняли ночью 18 апреля. По близости от ворот Святого Романа они засыпали ров и предприняли попытку прорваться в город, но защитника города под командованием Джустиниани смогли отразить атаку Османы. 20 апреля к городу подошли три генуэзских и один византийский корабль с продовольствием и снаряжением. Они сразу же были атакованы Османским флотом, но несмотря на численное преимущество Осман, кораблям защитников города удалось успешно зайти в Золотой Рог и добраться до Константинополя. После удачного прорыва судов в Константинополь, командование Осман начало сомневаться в том, что им удастся взять город, так как получая продовольствие и подкрепление, столица Византийской империи могла бы продержаться очень долго. Мехмед понимал, что для обеспечения полной блокады города необходимо разместить османские суда в заливе Золотой Рог, но цепь, перекрывающая пролив, не позволяла это сделать. Выход из ситуации султану подсказали итальянцы, находившиеся у него на службе. Дело в том, что во время боевых действий в Ломбардии, венецианцы при помощи деревянных платформ с колесами успешно перетаскивали корабли с реки По в озеро Гарда. Мехмед решил воспользоваться опытом венецианцев и приказал построить дорогу из бревен, покрытых маслом, через Галатский холм. После того, как дорога была готова, султан приказал начать перетаскивать корабли, установленные на деревянные платформы с колесами. К 23 апреля османам удалось перетащить в Золотой Рог от 30 до 60 судов, что позволило им занять часть залива. Защитники города планировали ночью сжечь переправленные османами корабли, но их план в итоге провалился. 28 апреля корабли защитников города попытались подобраться к османским судам, чтобы сжечь их греческим огнем. Но в решающий момент генуэзцы из Галаты подали световой сигнал османам. В итоге османская артиллерия нанесла серьезный ущерб кораблям защитников города, из-за чего им пришлось отступить. Византийцы надеялись на помощь от католических стран, но эти надежды были тщетны. Ради справедливости следует упомянуть о том, что папа римский пытался исполнить свое обещание. Он предложил венецианцам 14 тысяч дукатов за отправку флота на помощь Константинополю. Но венецианцы посчитали эту сумму недостаточной и не торопились с отправкой кораблей. Боевой дух осман также начинал слабеть. Дело в том, что осада затянулась и османы опасались прибытия христианских подкреплений. 25 мая османский султан отправил в город своих посланников с предложением сдать его на озвученных ранее условиях, но снова получил отказ. 26 мая османы начали усиленную бомбардировку стен Константинополя в районе Мезотихиона. 28 мая султан объявил своему войску о предстоящем решающем штурме и дал им день отдыха. Следует упомянуть о том, что к 28 мая османской артиллерии удалось пробить несколько крупных брешей в укреплениях Константинополя и в ночь на 29 мая османы начали штурм. В это время в Константинополе проходило богослужение в храме Святой Софии. Гул османских труп и барабанов заставил защитников города прервать богослужение и занять свои позиции на стенах города. Основная атака осман проходила в долине ручья Ликос. Если в остальных местах защитникам городу удавалось довольно легко отбиться от атакующих, то в долине Ликоса сразу же завязалось ожесточенное сражение. Не считаясь с потерями, османские войска попытались взять штурмом стены города. Битва продолжалась около двух часов, но в итоге османам пришлось отступить, а защитники города смогли заделать бреши в укреплениях. Вторую крупную попытку штурма османы предприняли у третьих военных ворот. Здесь бой шел в довольно узком пространстве, что давало лучше обученным защитникам города преимущество. Во время сражения пушка Орбана уничтожила часть частокола и нападающим удалось проникнуть в город. Подоспевшие на помощь отряды Константина сумели выйти с них прорвавшихся в город осман наружу. Так как попытка штурма провалилась, османы отвели свои отряды на исходные позиции. Затем османы начали усиленную бомбардировку стен города, после чего предприняли третью попытку штурма. На острие атаки было три тысячи иначар, которых султан лично довел до крепостного рва. Атакующие наступали двумя колоннами, одна из которых штурмовала в Лохернскую стену, а вторая бреш в укреплениях в районе Ликоса. Защитникам города удалось отбить и эти атаки и уже стало казаться, что победа возможна, но в этот момент над башней Святого Романа поднялся османский флаг. Как именно османы проникли в город доподлинно неизвестно, но современники событий утверждали, что ворота им открыл флорентинец Нери, который пользовался доверием императора. Джустиниани направил свой отряд, чтобы выбить осман из башни Святого Романа, но во время атаки он был ранен в грудь пулей или арбонетной стрелой. Некоторые источники утверждают, что Джустиниани был ранен дважды и не мог продолжать сражаться. Как было на самом деле доподлинно неизвестно, но генуэзцы покинули стены города, чтобы доставить своего раненого командира вглубь Константинополя. Император послал несколько отрядов, чтобы закрыть брешь во вороне, которая образовалась после того, как генуэзцы покинули свои позиции. Византийцам в итоге удалось отбить у осман ворота Святого Романа, но примерно в это же время османские отряды смогли прорваться через небольшие ворота, которые использовались защитниками города для ночных вылазок. Византийцы из-за отсутствия резервов были не в состоянии ликвидировать этот прорыв, из-за чего начались бои на улицах города. Оборона Константинополя довольно быстро развалилась под напором превосходящих сил осман. Сам император погиб в бою. Его тело узнали лишь по пурпурной обуви после того, как город пал. После занятия Константинополя Мехмед принял титул цезарь Рима, а управляемое им государство из османского султаната было преобразовано в Османскую империю. Последний осколок Византийской империи, морейский деспотат, был захвачен османами в 1458 году. На этом история существования Римской империи, которой по факту являлась Византия, завершилась. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.